Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы изучаем недельную главу Ваихи, тем самым мы заканчиваем первую книгу Пятикнижья Баришит. Каким же важнейшим уроком заканчивается эта великая книга, которую мы все изучали много месяцев? Мы знаем, что великий праведник Йосеф очень сильно страдал много-много-много лет. Но Тора нам сразу показывает, да, страдания были очень тяжелые, очень длительные, но ничто не прошло даром. Ты пострадал, Йосеф? Но благодаря этому ты стал премьер-министром Египта и спас целую страну, включая твою любимую семью. Никакие страдания не уходят бесследно. Вот урок нашей книги Баришит. Ты, Лея, ты не очень любимая жена. Ты номер два в семье Якова. Первая любимая жена – это Рахель. Ты тоже любимая, но ты номер два. Всевышний это видит и дает Леи шесть детей. Любые страдания, любой дискомфорт – все фиксируется. Ничто не проходит даром. Мы скоро будем изучать книгу Шмот, где еврейский народ погружается в ужасное-ужасное изгнание. Сотни лет в изгнании позволили нам после этого изгнания в Египте находиться на горе Синай. Годы в Египте, в этой чудовищной работе, в которую нас погружали рабский, адский труд. Ничего не прошло даром. Мы скоро будем стоять на горе Синай. Никакие испытания, никакие трудности не проходят даром. Все фиксируется на небесах. И чем больше трудностей, тем больше награда. Ты, Йосеф, пострадал больше всех. Ты будешь выше всех братьев. И именно спасение придет через тебя. Вы работали сотни лет в египетском рабстве. А ну-ка быстренько на гору Синай, на Синайское откровение, где Всевышний открывается человечеству. Вы мучились больше всех? Вы там будете стоять. Никакие, никакие вот ужасные вещи, которые с нами происходят. От самых простых, от простого дискомфорта до самых больших трудностей. Это все для нас. Это все фиксируется. И 100% будет вознаграждение за каждую секунду вот этого труда. Огромный урок книги Барашид. Завтра у нас пост 10 ТВТ. Этот пост имеет определенный хумрот. Хумрот означает, что есть какие-то вещи, которые особенные устражения в этот день. Почему? Ведь этот пост самый короткий. Почему же есть какие-то особенные устражения? Потому что завтра Всевышний будет решать, когда будет построен третий храм. 10 ТВТ – это дата, когда Всевышний судит. Когда уже давать храм? Они готовы? Поэтому завтра мы должны молиться. Мы должны молиться и просить Всевышнего. Пожалуйста, Всевышний. Но пускай этот год уже станет последним годом вот этого тяжелейшего многовекового изгнания. Пускай все трудности вот этих сотен и сотен, даже тысяч лет изгнания, в котором мы находимся. 1950 лет мы в изгнании. Всевышний, вспомни все трудности, которые мы пережили. Но ты же всегда все помнишь и ты считаешь. Посчитай, сколько трудностей мы пережили. Сколько войн, сколько кошмаров. И, пожалуйста, дай нам храм уже в этом году. Спасибо огромное за внимание. Всем полезного поста завтра. Спасибо.